Итак, в прошлой серии база выглядела вот так. Я был в Титан Лиге и делился с вами лайфхаками по Титану на девятом Танхолле. Если не видели, посмотрите прошлый видос. Ну а сегодня... Вжух! Давайте по основным изменениям. Ну и наверное самое важное и самое, что бросается сразу же в глаза. Изменения это Лига. Чемпион 2. 3555 кубков. Красиво так. Три пятерочки смотрится, но да. Дело в том, что Лигу я конкретно-конкретно уже занизил. То есть давным-давно тут уже не видно Титана. Кто смотрел предыдущий выпуск, тот все знает. Просто вкратце обозначу. После того, как я все-таки взял того самого Титана на ТХ девятом, я немного устал от Клэшов Клэнса, ну и собственно какое-то время на аккаунте в принципе не играл. Ну и держать саму эту Титановскую Лигу все-таки достаточно запарно. Я считаю, что основным, чем надо заниматься на девятом Танхолле, это фармом. То есть фарм, конечно же, Дарка на героев, на лабораторию, ну и как-то там фармить обычные ресурсы на то, чтобы качать забор. Хотя было бы, наверное, даже неплохо, если бы была возможность качать некоторые заборинки из Эрдарк. Так, что-то меня в сторону понесло. Короче, держать Лигу Титановую, во-первых, как-то немного запарно, а во-вторых, ну особого и смысла нет, потому что я хочу сейчас конкретно фармить, набивать большие ресурсы и стабильно находить базы, быстро атаковать. Пока я даже вот в Чемпионской Лиге стабильного фарма не нахожу, но Лигу так не спеша пока сливают. Думаю, к следующему видеоролику цифра тут будет еще гораздо меньше, чем даже есть сейчас. То есть сейчас тут стало на 600 кубков меньше, в следующем видосе будет еще меньше, так что тут мы, наверное, даже задерживаться особо на этой теме не будем. Да, Лигу я конкретно слил и продолжаю ее сливать, потому что комфортного и стабильного фарма здесь нет. То есть если говорить на серьезной ебучке, второй Чемпион для фарма на ТХ-9 не очень-то и подходит. Если открыть атаки, я тут как раз-таки вчера стримчик провел, тот самый фарм в Чемпионской Лиге, то есть единственное, что тут более-менее есть, это Дарк. То есть тут порой находятся неплохие цифры по Дарку, вот смотрите, 6700 плюс бонус все-таки из Чемпиона, он чувствуется, 1500 сверху заливается на каждую атаку. То есть Дарк тут более-менее фармится стабильно. По обычным ресурсам, даже если вот вы посмотрите на эти цифры и даже если вы прибавите вот тот самый бонус, ну получается так себе. Но все-таки 3000 плюс по Дарку за одну атаку, это хорошо. Тут в среднем немного больше, плюс бонус немного больше с двумя плюсами. Короче, Дарк более-менее есть, обычные ресурсы нет. Мне как раз надо качать забор, поэтому второй Чемпион для фарма не особо подходит. Ну это так, секундочку офф топа. Но, но, наверное, я даже вставлю это немножечко где-то там пораньше, потому что куда-то меня в сторону унесло. Пришел вот только-только домой. Блин, что еще со мной произошло, ребят? Я сегодня, блин, чуть не сгорел. В прямом смысле этого слова. Не там попка там где-то, пятая точечка у меня вот там где-то воспламенилась. Нет, я натурально сегодня мог сгореть. Это пиздец. И денег я сегодня выгибал очень много. Короче, не суть. Вот я пришел домой, какой-то весь такой взбудораженный, немного, возможно, меня куда-то несет. Давайте по темам сегодняшнего видеоролика. Первая тема не секретная. Вторая будет секретная. Первая тема, это подошли к концу игры кланов. Сегодня выберем награды, заберем их. Возможно, даже какие-то получится использовать. Это мы сейчас посмотрим. И вторая тема, секретная, она будет в конце видеоролика. Так что, кому интересно, запасайтесь попкорном. В конце видеоролика будет просто бам-пушка. А, ну еще вот есть бам-пушка. Это... Ну, это не бам-пушка, это бам-пушечка. Это бам-щелбан. Это бам-вообще какой-то пф. Вот в конце будет пушка-бомба. Сейчас я просто нашел немного геймов. Это не важно. Короче, сейчас выберем награды. Потом будет пушка-бомба. Может быть, еще пару раз протокую сегодня. Все-таки фармить надо, забаринки качать надо. Для тех специально, кому интересно, что-то мне осталось прокачать. В основном это забор. 38 заборинок. Все остальные здания, все остальные ловушки давным-давно уже фул. Ну и лаборатория. Лаборатория потихонечку качается. Я тут что-то прокачиваю. Но дарк-казарма тут далека еще от фула. То есть, что я успел прокачать. Это гонку до второго. Вальку поднял до четвертого левела. И сейчас вот поставил пятых ходов. А, ну и, кстати, миньонов я до пятого поднял. То есть, я качаю лабу. Нон-стопом просто там что-то ставлю, но она все равно супер медленно качается. Ну и, кстати, сегодня еще и квину на поставим. И, возможно, даже может... Оооо, еее! Мы это можем сделать прямо сейчас, даже перед первой атакой. Короче, ребят, давайте я прямо сейчас это сделаю. 127 тысяч дарка. Бам, книга героя. Красиво. 28-я квина. Вот так вот внезапно. Можно было даже отдельный видеоролик мутить потом, как я прокачал квину. А я так что-то спонтанно вспомнил, что у меня как раз набился дарк необходимый. И книга героев есть. Так, ладно, что-то меня реально несет куда-то в стороны. Давайте в атаку. Проведем какую-нибудь атаку на какой-нибудь, там, не знаю, ТХ-10, скорее всего, найдем. Ну, может быть, ТХ-9 попадется. Может быть, ТХ-11 удачный будет. Если лупа сейчас исчезнет и подсунет мне уже какой-то из первых вариантов. Короче, нахожу базу для атаки. Возвращаюсь к вам. А дальше по играм кланам. Еще, может быть, одну атаку. И пушка-бомба! Уф! Поехали! Итак, более-менее вариант ТХ-10 на фулл-дефе, но с каким-то вообще неуважаемым забором. То есть забор тут какого-то девятого уровня, да? То есть даже не фулловый от ТХ-9, а деф-фулл от ТХ-10. Не дела, за это будем наказывать. Какие-то... Ох, черт побери. Так, какие-то ресурсы тут даже более-менее есть. Четыре тысячи дарка. Все эти четыре тысячи попробуем тут умыкнуть. Что не круто, так это расстановка. К центру пробраться будет сложновато. Сейчас будем пытаться это сделать. Дрель. Так, ну все дрельки цепануть я не смогу. Короче, разворачиваем нашу атаку откуда-то отсюда. Пошли пеги, пошли визарды. Надо сейчас разбить грамотно круг. И потом я смогу и буду иметь возможность красиво завести своих юнитов в центр. Так, разбить круг. Это прям, ну, очень важно. Я для этого, наверное, даже использую кингат. Вот тут вместе с Валькой. Так, ну и в центр уже буду запускать тогда своих синяков. Главное, чтобы уничтожили они вот это вот здание. Ребятки, ребятки, ребятки. Ну, куда по кругу? Куда по кругу? А ну-ка, одумайтесь. Ахтитесь, пердуны старые. Куда вам по кругу? Вам в центр надо поступать. Да, дошли они вроде бы как до центра. Но весьма-весьма так сомнительно, да? С переменным успехом. Вроде бы и в баночках, вроде бы и под бонусами. Но такое себе, такое. Давайте рейдж подкинем на синяков. Рейдж пошел. Вроде бы Дарк воруется. Сейчас ТХ снесем. Хранилку Дарка снесем. Отлично. То есть Дарк с большего я забрал. Сейчас может даже попробовать с помощью миника верхнюю дрельку отвоевать. Пошли там красиво три миника. Прожатие квины. Минус вторая инферна. Плюс две инферны в ачивку по набиванию инферна. Добавили лучницы на какие-то процентики. Ну и кстати по дрели с Дарком. Я немного опростоволосился вроде, но нет. Давай миник. Доделывай. Доделывай работу. Отлично. То есть совсем сопли тут останутся по Дарку на этой базе. Я практически все тут смог умыкнуть. Вместе с бонусом больше пяти кусков. По-моему 5500 будет. Что-то такое. Вполне себе симпатичная цифра. Как для владельца девятой ратуши. Как вы считаете? Девятая ратуша. Кто-нибудь меня смотрит на девятом тоннхоле? Или уже все давно перешли на десятый тоннхол? И я тут один сзади где-то. Качаю все еще свой девятый тоннхол. Кстати можете написать реально в комментах. На какой ратуши вы смотрите вот эту вот рубрику. Клэш нуля. Будет интересно посмотреть, почитать. Так что почему бы и нет? Пишите в комменты. Так, но у меня по атаке 78% с этого ТХ 10 на фулл дефе, но не на фулл заборе. Под арку 3900 плюс 1400 бонусом. То есть, сами понимаем, 5400 дарка с одной атаки симпатично. Ну и покупкам я уже внимания не обращаю. Привычка такая есть после похода в Титан Лигу. Но сейчас они уже не имеют никакого значения. Мне главные цифры в плане фарма. Так, тут фарманули. Следующую заварку ставим. Крепость клан, надеюсь, меня закинут. И давайте все-таки перейдем к первому. О чем я хотел сегодня видеоролик посвятить. Это игры кланов. Выполнили мы игры кланов. Причем с лихвой выполнили. 111 тысяч очков. Ну и тут, конечно, тот самый движ происходил. Так, кстати, а почему я не могу посмотреть? А, это видимо после того, как награду уж соберу. Смогу посмотреть, кто там повыбивал топы. Ну и вот они, награды за игры кланов. Сейчас будем выбирать. Хотя, во многих вот этих вот квадратиках внутри восклицательный знак красный стоит. Это значит, что небольшой перебор у меня, в принципе, по баночкам и по всему такому. Так что сейчас будем как-то выкручиваться. Первый уровень наград тут, в принципе, даже думать особо не надо. 20 гемов. Тренировочная зелька. 60 гемов. Это лучше, чем лопата. Лопата это 50. Кто не верит, может попробовать лопату продать. Лопата это не 60 гемов. Так что выбираем 60 гемасов. Следующий уровень наград. Тут есть немного дарка. Кстати, исследовательские зельки. Могу немножечко ускорить себе прокачку лаборатории. Хм, слушайте, я до этого, кстати, ни разу эти даже зельки не использовал. Давайте посмотрим, сколько их у меня есть. У меня их, кстати, 5 из 5. А ну-ка, залазим сюдысь. Нет, залазим сюдысь. Раз, два. То есть, по идее, за два часика скипнется сколько? 20 часов работы лаборатории? Ну, не сказать бы, чтобы это прям как-то сильно бустило прокачку лабы. То есть, две банки даже суток не экономят на прокачку. А лаборатория, она такая одна-единственная пашет. Ну, по-моему, надо эти баночки сделать немного поэффективнее. Хотя бы, чтобы 15 часов скипала одна. Потому что, реально, даже если прожать целых 5, это все равно капля в море. Тут даже на девятом танхоле каждый юнит качается там под ней 6. И скипнуть 20 часов это вообще ни о чем. Опять-таки, мое мнение, можете согласиться, можете не согласиться, типа, на халяву и это приятно. Но все-таки какой-то дисбаланс. Бустить строителей, вот, на каждого, каждого строителя, вот так вот бустить 10 часов скипать на каждом из 5 строителей, это жестко. А в одной лаборатории 10 часов, ну, такое себе. Это мое мнение. Во всяком случае, берем две новые баночки, чтобы было 5 из 5, красиво. Я думаю, не я один такой. Думаю, не я один такой, кто собирает по максимуму себе в закрома. И смотрит потом на это и получает какое-то эстетическое удовольствие. Так, ну и предпоследний уровень наград. Кстати, в плане наград за эти игры кланов, ничего конкретно прям жесткого тут не было. Просто приятные какие-то бонусы. Игры кланов, в принципе, хорошие в плане наград. Но что-то прям супер жесткого, чтобы могло сейчас забустить мой акт, такого нет. Так что сейчас будем как-то выкручиваться вот с предпоследним и последним уровнем. Тут есть зелька. А, книга, ё-моё. Есть строительные зельки, две штуки. Есть книга заклинаний. Строить мне нечего. Придется мне, видимо, книгу заклинаний продавать. Блин, обидно, да? То есть финальная прокачка ТХ 9. И вот некуда даже вот эти вот награды девать, поскольку... Ну, поскольку уже финальная прокачка. Извините, я уже все прокачал. И некуда, просто некуда. Кстати, для следующей атаки неплохо было бы героев забустить. Без героев мы в атаку можем, конечно, пойти. Но эффективность микса сильно упадет. Блин, обидно, кстати. Вот реально, эту зельку можно было бы... Точнее, эту книгу можно было бы достаточно выгодно использовать. Но в результате я ее продаю просто за 50. Беру себе новую. Ну, на деске я не качаюсь, не играюсь. Так что беру 100 гемов вместо строительной книги. Со строительной книгой можно было бы, конечно, замутить контент. Если вы понимаете, о чем я. Но это, на самом деле, ловушка Джокера. Либо как любят говорить, Джокушка Ловушкера. Любят говорить 3 месяца назад, когда этот мемаз был популярен. Короче, берем 100 гемов. Вот это все для меня не столь принципиально. Короче, забираем награду. Ну и, кстати, по гемам сейчас достаточно жестко. Забустился. 180 гемчанских за одни игры кланов. Фух. Это неплохо. Ну и, кстати, по играм кланов, я думаю, уже многие заметили. 111 360 очков. Набить надо было 50. Неплохо, да? 111 360. В два раза больше. Это надо сказать спасибо зрителям, которые урвали тот самый момент, когда на стриме я набирал ребят на 9-х танхоллах и выше от 15-х героев. Вот, можно было вступить в мой клан специально на игры кланов, на КВшке. Вот, специально для рубрики Clash 0. По КВшкам еще контента не было, но вот игры кланов и вот эти ребята, которые по 4 тысячи наколотили. Им респектоз. Вот, я сам из-за того, что делал как раз-таки эту вот паузу после похода в Титан, у меня не было ни сил, ни желания играть в Clash. Я вот сам набил всего 2-100. То есть, можно вообще меня из клана кикать, да? Но, блин, эти ребята, которые набили по 4К, ну красавчики. Можно даже их никнеймы прочитать, в принципе. Мамаджик набил первый. Бека, Артур, Инг, Артемида, Тоха, Эвил Клоун, Саня, Торн, ЛВЛ, КПД 3000. Левел КПД 3000. Интересный ник. АГ, Вадя. Хуяндок. Наркотик. Наркотик. А, Золотой Фарм. Привет, Явлот. Драгон. Пепперони. Наркодилер. Виталий. Лила. Молодой. Оуу. А вот тут вот, кстати, немного обидно, да? То есть, 4000 очков, бонусная награда, а у чувака 3900. 100 очков не хватило, чтобы выбить бонусную награду. Очень странно, Арти, ну прям максимально странно. А в всяком случае, спасибо всем, кто принял участие. Вот, в этих самых играх кланов 111 тысяч очков, это жестко. Кстати, можете написать в комментарии, если помните до сих пор, сколько набил ваш клан на ИК. Пример очень прост. Мистерс, 111 тысяч очков. То есть, это вот мой клан, сколько мы набили. Пишите в комментарии название вашего клана, сколько очков набили. Будет интересно посмотреть, кто еще активно играет в клэш, и кто сколько набивает очков на играх клана. Но пока пусть возродятся герои, и мы увидимся уже во время второй атаки. Но дальше, помните, будет пушка. О май ва. Пошли рендерю. НОНИ! Отлично! Просто замечательно. Неплохой вариант ТХ-10. Единственное, что тут есть от ТХ-10, это две инферны в сингловом режиме третьего уровня. Ну и новое издание дефа. В остальном, деф от девятки, и много-много ресов. Конечно, зафейлиться можно всегда. Например, если я не включил сейчас запись, я разговариваю с сам собой. Ну или плохо, вскинув юнитов. Во всяком случае, это реально неплохой вариант. Сейчас попробуем забрать тут дарк полностью. Ну, может, даже обычные ресы получится хорошо тут подворовать. Во всяком случае, сначала раскидаю лучниц на какие-то халявные процентики. Тут есть какие-то места, где, ну, реально никакое здание дефа не прикрывает. Вот. Ну а дальше надо будет немного просчитать эту расту, потому что секции достаточно рандомные. И куда тут пойдут юниты, это надо рассчитать, прочитать. Ну, кстати, вот со стороны этих вот как раз-таки лучниц, наверное, я и пойду в бой. Единственное, что может немного помешать, это квина. Но я подловлю, надеюсь, момент, когда она будет уже в центре гулять. Она была немного раньше скидывать юнитов, немного заждался. Но это ничего страшного. Это ничего страшного, люди. А может быть, не люди? Кто смотрит мои стримы? Я не знаю. Может быть, рептилоиды, может быть, боты. Плюс в чай, если ты бот. Ах, да, я не на стриме. Во всяком случае, поизон, фриз на квину, рейджик в центр. В центр я залетел без проблем. Раста прочитана. Тут, скорее всего, были гикбомбы. Поэтому с этой вот секцией я и не хотел идти. А говорить это во время предзахода не хотел, потому что это много все времени отнимает. И надо фильтровать базар. Вот во время начала атаки, это можно и много-много времени потратить. И в результате не успеть по времени атаку провести. Кстати, по самой атаке практически трешка. То есть, оцените, осталось очень мало зданий дефа. Сейчас квина продолбит забор. И теоретически я даже беру три хандилий с этого ТХ-10. И уже даже не теоретически, а практически. Ёперное все. Жаль, конечно, что это не первая атака на видос. Потому что, блин, брать треху на видосе с ТХ-10 на двух сингл-инфернах. С новыми зданиями дефа. Сингл-инферна еще и третьего левела. Да еще и на трешку. Ах. Фантастик. Ух. Ля. Превосходно. Пятый ищ дарка, 1400 сверху. Три звезды с ТХ-10. Полноценный бонус. Ну и, кстати, вот тут вот получилось достаточно красиво. То есть, более семисотен тысяч обычных ресурсов. Сильно. Вот это была сильная атака. Прям реально сочная. Если бы это была первая атака на видос, это было бы вообще просто 10 из 10 до кончиков пальцев. Фуф, ребят. Ну что, две атаки провели. Игры кланов собрали. И я вам обещал пушку-гонку, да? Пушку-гонку просто бам. Разрыв. Что будет в конце видеоролика. Хотя, я думаю, многие и так догадались. Потому что, ну это очевидно с одной стороны, а с другой стороны не особо очевидно. Ладно, хватит тянуть кота за яйца. Мы очень долго ждали. Мы качались. Мы копили дарк. Мы аппали героев. 26-28 сейчас по героям. По забору остались совсем понты. Лаборатория. Отдельная тема, про нее не будет. Но это чуть ли не фуловиш и сейчас 9-й танк-холл. Вот докачать забор и будет просто вообще пушка-гонка. И многие уже хотели. Многие ждали. И я сам. Когда это произойдет. Дамы и господа. Пришло время поставить на апп ратушу. Качаться до 10-го. Тх. 5 лямов золота. И я это делаю. Дзин. Аплодисменты. Овации. Оставьте при себе, ребята. Потому что это начало новой эры рубрики Clash 0. Начало перехода на 10-й ТХ. Я уже практически проговорился, когда выбрал награду на самом деле. За игры кланов, когда можно было выбрать книгу строительства. Но объясню, почему я этого не сделал. Во-первых, если я беру эту книгу и юзаю ее для того, чтобы поставить ратушу на апп, я перехожу на десятку. Без золота. Без дарка. И чем мне делать? Я перешел, у меня только элик. И я такой сижу. Ну, зашибись, я перешел. Офигенно. Что дальше? Поэтому пусть потихонечку качается. 5 дней, 23 часа. Я надеюсь, запись идет. 5 дней, 23 часа. Пусть качается. Ну и я накоплю ресы. Я соберу дарк. Я дапаю забор. Я соберу золото. И мы перейдем сочно на 10-й Танхолл. Волшебных предметов, правда, не особо много. Я, как вы знаете, качаюсь на этом аккаунте без доната. То есть золотые пропуски мы не покупаем. То есть все, что мы собираем, это награды какие-то за ЕК, за события. Если там события стартанули, возможно, стоит повыполнять, какие-то дополнительные награды умыкнуть. Короче, ребят, вы поняли затравочку на следующий видос. Вы же поняли? Ну, это же очевидно. Ну, а тут наступает часть видео, где я напоминаю вам ставить лайки и подписываться на канал. 1200 лайкосов и новый видос. Ну, а если досмотрели видос до этого момента, то в комментарии пишите ключевую фразу этого видеоролика. 10-й ТХ в следующем видосе. Пояснять, я думаю, не надо. С вами был Токсик. Следите за обновлениями на канале. Заходите на стримы. Ну и желаю вам удачи. Услышимся в следующем видосе. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok